здравствуйте мои дорогие еще раз начнем значит это разнообразное видео вот с восхода такой холодный холодный красивый восход и я вот в таком теплом виде отправилась хаунтен я зашла и пока у меня было время примерить с ветерки решила я присматриваю себе и вот этот первый мне в принципе понравился он длинный как платье его можно носить и как платье и с леггинсами с кожаными леггинсами и с джинсами и широкими джинсами в общем он будет прекрасно смотреться со всеми собственно вещами он длинный он свободный м ко мне почему-то свободная и вот последнее время хаунтен и легкий абсолютно не стесняет движение для меня важно чтобы он был легкий чтобы он был и теплый в то же время продуваем и слегка в общем для меня это важный критерий в принципе он подходит нужно что-то мне не хватило для того чтобы его взять с собой купить и так далее поэтому я ушла без него этот пуловер я прихватила случайно он лежал свернутый но мне не нравится абсолютно как он сидит хотя он тоже очень легкий мягкий не колючий такой пушистый не стесняет движение именно вот такой тонкий и теплый как я люблю но мне не нравится как он выглядит хотя если кто-то любит заправлять юбки или штаны или джинсы например эти вещи то это будет очень хорошо ну в этот свитер подойдет но мне из-за длины он не нравится и вот эти полоски они тоже как-то несуразные на мне на ком-то другом возможно это будет и хорошо смотреться вблизи он вот так а это джинсы я примерила разные джинсы это катастрофа джинсов я перемерила там чтоб десять и это было просто ужасно все не все они понравились вот этот полуверчик был получше он плотный но он очень и очень и очень теплый он прям связан такую плотно он более толстый но в нем очень жарко я не люблю такие прям совсем жаркие вещи это и только если ты пошел куда-то на природу долго гулять тогда да а так вообще вот когда ты заходишь теплое помещение и ты такой вот такой жаркой какой-то кофте нет такой мне не подходит так что я его сразу отложила в сторону хотя внешне и по качеству он не очень даже понравился стоит на 30 евро и в общем он вполне будет хорошо смотреться например с синими штанами какими-то этот полувер такой же как этот полосатый немножко другая цветовая гамма но он очень тоже приятных телу мягкие продуваемый очень комфортно его носить но мне не нравится его форма абсолютно мне хочется что-то удлиненное такое полу свитер полуплатье но такой вариант это не вариант эту цепочку я взяла потому что она была уценена так у нас принципе девать их некуда но оказалось на кассе что она не уцененная и это неправильная цена хотя я в этом сомневаюсь кассиры иногда сами ошибаются я ее решила не брать потому что и так некуда девать посмотрите сколько джинсов я принесла это вот 7 штук по моему здесь еще этом приносила в общем они все мне не подошли хотя мне я была уверена когда они висели на вешалке что они именно то что мне надо но когда их померила а мерила с 38 по 42 размер потому что они надо по размерам не сходятся и это часто довольно бывает я поняла что вообще совершенно совершенно другие варианты не такие как я себе представляла просто жутко сидят в общем с джинсами не везет насколько хорошо на мне сидят штаны из хаутем настолько плохо джинс всегда и вот такая сумочка у цене она сейчас она стоит 799 очень даже можно кому надо купить или подарить на такая мохнатая все как раз зимний варианте но я взяла вот эту сумку я взяла ее в руку я не смогла ее отпустить настолько приятная она была на ощупь пока я ходила смотрела я поняла что я ее не выпускаю из рук и вот из-за этой приятности и тем более она была на селе я ее взяла она стоила какие-то копейки даже не помню сейчас сколько она стоила я сразу дома отрезала ее родной ремень и поставила другой хотя у них немножко не совпадают по цвету ну и что и я купила в акционе в других странах в голландии экшеном называется магазин вот такие вот тонкие они тонкие леггинсы под кожу я знаю что они очень прочные хорошие красиво смотрятся пошел дочки такие есть но значит на мой 38 размер я купила размер на нем стоял lxl вот это надо учитывать что они сильно маломерен эти очки нашла в мужском отделе hound м именно такие искала именно такие нашла за смешные вообще цены можно там найти то что в других местах не найдешь и вот такой прекрасный лак темно-зеленый вот я его буквально в следующем видео хочу использовать тоже такой искал и вдруг он мне попался а теперь я как любитель вот всяких елочек игрушек покажу вам значит гирлянду почему сейчас объясню потому что елка у меня белая и чтобы купить подходящую гирлянду мне пришлось ее довольно долго поискать потому что все магазины завалены в различного вида гирляндами в общем мы там до 500 я смотрела и тысячу там было мал меленьких лампочек которые я бы с удовольствием купила но дело в том что они все на черном проводе что мне совершенно категорически не подходит сюда и потому что я вот буквально сегодня шла и видела как магазине белую елку украсили вот такими гирляндами на черном шнуре это выглядит просто отвратительно и в общем я искала себе именно такую гирлянду чтобы она была либо бел с белым шнуром либо с прозрачным и вот я ее нашла на амазоне ссылку я тоже оставлю вдруг кому-то понадобится потому что я по себе знаю что мне пришлось ее поискать и именно такую которая с розеткой они на батарейках что я сразу не обратила внимание нашла несколько вариантов и оказалось допустим 9 из 10 вариантов это были на батарейках но это вообще не вариант это гирлянда включается в розетку у нее есть пульт управления разные режимы которые вот вы видите на экране я вам показываю всякие варианты под настроение можно ее менять и наслаждаться в общем она очень легкая и такая симпатичная даже елка без игрушек смотрелось очень симпатично с этой гирляндой так что их довольно мало я хочу вам сказать вот в таком именно прозрачном варианте поэтому если кому надо на амазоне пока они есть во всяком случае были вот буквально недавно стоит она совсем недорого стоит она 20 евро по моему 200 200 лампочек я конечно очень неравнодушно еще ко всяким игрушкам и постепенно покупаю у меня сегодня купила 2 еще купила в общем каждый день так по 1 по 2 игрушки я не могу пройти мимо покупаю такие в ретро стиле и вешаю на эту елку очень красивые прям невозможно глаза оторвать от когда вот висит какая-то такая интересная игрушка я больше всех наверное заинтересована и радуюсь этим всем елочкам потому что привыкла с детства что новогодний праздник какие-то такие вот волшебные моменты всякие там лампочки горят и все такое и поэтому я тут по моему любуюсь больше всех это елка и вообще она меня в общем 1 мне это все надо так что я очень довольна гирлянда и вот это единорог который там висит его купила вот буквально недавно мне он очень понравился с перьями такой симпатичная такая грива розовая не смогла пройти мимо а так вот даже вот это мерцание она успокаивает вот так она выглядела даже без игрушек симпатичная елка так что дома у нас уже все украшено это вот я вам показываю те ветки которые я принесла они такие огромные как деревья благо у меня есть специальная ваза тяжелая такая под них это я нашла возле нашего дома такой вот у нас парковая зона и там периодически приходит приходят работники они срезают эти кусты и деревья и складывают так красиво и я вытащила две обалденных таких больших ветки они как вот именно большие деревья уже подсохшие и вот так я украсила деревянными лошадками всякими такими игрушками когда пройдут праздники я спокойно отнесу эти ветки обратно в природу так что никто не пострадает в общем если у вас нет елки или нет места для елки то можно спокойно взять вот такие палки нарядить и будет все красиво выглядеть можно туда и гирлянду навертеть но так как у нас например дома и так полно этих огоньков в каждом углу поэтому я уже не стала этого делать а вообще это возможно очень даже красиво будет смотреть вот такая свинка у меня свинка ангелочек так что вместо елок или елки например можно сочетать с палками или с каким-нибудь цветком и я еще купила дополнительно букет из такие несколько веток сосны для запаха и вообще люблю когда сосна стоит сейчас меня ну я ее переставлю потом но временно она стоит здесь и я туда воткнула еще одну палку на которую значит повесила игрушки это что ли мы его очень любим с варцепаном кушать зимой а это так украсили свой дом наши соседи если бы был снег было бы еще лучше но снега нет у нас такой шквальный дождь идет но у них такая имитация снега на доме а вот посмотрите на небо которое буквально недавно какой-то туман это была ночь такая кромешная тьма ну вот на фото видно что куски разноцветного света в разных местах не знаю что это было но вот такая красота на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи новом видео с вами была наташа до новых встреч пока